Итак, сегодня я хочу вам рассказать немножко про свойства краски, химические и физические. Прежде всего, чтобы понятно было, зачем это нужно, потому что в современном мире красок выдумано уже настолько много, что в них просто уже запутываешься, не знаешь, что хватать, куда бежать, купил что-то, непонятно, как это использовать, какие проблемы. Проблемы бывают самые разные, начиная от того, что я сам два дня назад испортил очередную модель. Просто потому, что забыл один момент, и декали у меня поелись. Вот. Так вот про краску. Возвращаясь. Краска у нас состоит из трех компонентов. Каждая практически краска состоит из трех основных компонентов. Первое – это пигмент. Это важная часть, собственно говоря, тот состав, который влияет на цвет этой краски. Пигмент – это, как правило, мелкий порошок, либо сухой, либо жидкий. Вот здесь, например, есть такие баночки. Наша отечественная компания Акан выпускала именно только пигменты. То есть это не краска, это просто жидкий пигмент, который можно подмешивать в краску, меняя ее цвет. Затем второй компонент краски – это байндер. В нашем языке еще его переводят как связующее, что не совсем правильно с одной стороны, но ближе всего. Байндер – это состав, единый для всех красок одной серии. То есть, к примеру, покупаете краску Валеха, например, и вот все Валеха определенной серии будут сделаны на определенном байндере. Отличаться они будут только пигментом. То есть красный, в красной краске красный пигмент, в черный – черный пигмент и так далее. Ну и, соответственно, еще третий компонент – это растворитель или разбавитель. Это состав, в котором краска разводится. В зависимости от основы этого растворителя и байндера, краски делятся на несколько типов. Их можно назвать сейчас основных четыре. Хочется сразу сказать, что есть такой термин, который часто применяется, сейчас – акрил. Так вот, как ни странно, большинство красок подавляющее, оно как раз сейчас акриловое. Только на разном растворителе. Самый тяжелый агрессивный растворитель – это акрил, так называемый на нитрорастворителях. Один из прекрасных представителей – это как раз Гонза. Компания Гонза Сангео, японская, производит очень хорошие краски. Они достаточно резко пахнут. Это их минус, если вы используете их дома. То есть нужно либо хорошо проветривать, либо использовать вытяжку. Но зато имеет раз преимущество. Опять-таки, новая линейка Тамии, как раз в английском языке слово «lacquer», как раз обозначает «едкий растворитель». Что у нас тут еще из них? Вот еще японская линейка, очень хорошая краска. Гая. Они оптимизированы для всяких фэнтези, роботов и так далее. Имеют очень яркие цвета. Очень похожи на Мистер Колор Гонзовский. Но немножко отличаются, чуть меньше пингвент. Но в принципе они совместимы. Следующий тип красок, который часто используется – это так называемые эмали. Это прежде всего из представителей Тамия. Очень характерные квадратные баночки. Они появились у нас в стране, наверное, одни из первых модельных красок. В принципе, они очень похожи на масляные краски. Даже можно их смешивать. У нас их почему-то не любят. Я вот в последнее время начал их использовать. Достаточно хорошие, интересные краски. А для растворителей, для них служат органические растворители. Это художественные аналоги типа Пенена, Бензина, Уайт Спирита и так далее. Важно понимать, что акрилы на растворителе, они же, можно их считать, нитрокрасками, эмали, они не смешиваются между собой. То есть, если вы красите этими красками, то этими, соответственно, у вас смешать уже не получится. Потом, третий тип краски, которая сейчас активно используется, это, так называемые, спиртовые акрилы. Они созданы с использованием спиртовых соединений. Ну, самый часто встречающийся, а вот, кстати, по-моему, я его и не взял часто встречающийся, это Тамия, которая обычная. Такая круглая баночка, я думаю, все знают, как она выглядит. Характерная, тоже очень частый гость в наших магазинах. Широко доступная, хорошая, качественная краска. Также спиртовыми являются некоторые линейки Валеха, но они у нас не часто встречаются. Это, так называемая, серия жидкое золото. Жидкие металлы, Liquid Silver, Liquid Gold. Это металлики на спиртовой основе, они пахнут очень характерно спиртом. Вот так раз давал понюхать, можно характерный спиртовой запах. И вот новые линейки компании AK Interactive, это Real Color, тоже они на спирту. Ну, и здесь уже чуть-чуть запах другими оттенками. Вот, тоже хорошая окраска. Растворительным для нее является изопропиловый спирт, с некоторыми добавками ароматизаторы и прочие добавки. Улыбаемся и машинственно. Вот, и самый, пожалуй, такой сейчас активно раскручиваемый и используемый сегмент акрилов, это водные акрилы, те, которые разводятся водой. То есть, ну, прежде всего, конечно, это Валеха, знаменитая. У них несколько линеек Model Color, Air Color и Game Color. Каждая из них предназначена для своих целей. То есть, Model Color, он используется для моделей. Game Color, у нее более яркие такие кислотные цвета, они используются для игровой миниатюры настольных фигурок. И Model Air, это серия оптимизированная под аэрографы. Эта краска очень часто встречается, очень известна. Потом есть еще, в частности, АК-интерактив водные акрилы. Есть наши дешевые аналоги, это, собственно говоря, Pacific, не так давно появилась краска. Потом есть, например, вот Хатака, поляки тоже хорошую краску делают. Цитадель, Games Workshop, очень-очень много разных красок. Водные акрилы, они все, в принципе, похожи. Там что-то со временем еще есть. Вот, это, в принципе, основные типы, но есть и экзотические типы красок, которые не относятся к этим четырем вышеуказанным группам. Это, например, краски на основе ПВА. Есть, так называют, темпера ПВА. Ее очень любит использовать Владимир Демченко, известный такой моделист, фигурист. Эта краска изначально была предназначена для художественной росписи стен, художественных варнительских работ. Обладает рядом преимуществ, но и рядом особенностей. Она дает очень глухую матовую поверхность. У нее, правда, крупноватое зерно. То есть она очень хорошо подходит для росписи фигурок военных в крупных масштабах, то есть 35 и выше. Для мелких фигурок она уже не очень хороша, потому что пигмент уже чувствуется. В принципе, ее можно использовать совершенно спокойно для диорам, для каких-то вспомогательных работ. То есть краска очень хорошая, прочная, потому что, собственно говоря, она создана для того, чтобы вещи ей окрашены. Трогали всячески и так далее. Можно понюхать, она совершенно спокойно пахнет клеем ПВА. В принципе, я ее использую. Краска хорошая, надежная, простая. Единственный минус, что у нее оттенки немножко такие земляно-неяркие. То есть у них нет вот таких вот совсем ярко-ярких-ярких оттенков. Это нужно учитывать. Ну, а вот еще из акрилов водных можно упомянуть художественные акрилы. Например, наверное, читается как Чинчжу. Китайский акрил, достаточно интересный, недорогой. Опять-таки, покупаю на Алиэкспрессе, использую для фигуры как добавки к водным акрилам, когда там подмешать еще что-то. Есть еще, например, линейка... Ох, я забыл, какое здесь действующее вещество. Здесь восковое. Да, он воск. Я забыл название именно химического составляющего. Это вот линейка такая, интерактив, краска True Metal. Она позиционировалась как краска металлик, которую можно использовать. Но, к сожалению, у меня с ней не получилось подружиться. Но, в принципе, она достаточно такая... Наверное, просто дело в руках. Я не смог, честно скажу. Люди ее используют, хвалят. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но запах, как видите, такой. Это вот были такие основные краски. Потом из вспомогательных, прежде всего, еще, конечно, масляные краски, нужно назвать художественные. Собственно говоря, художники откуда и появились. Прежде всего, чистое масло. Основанное на масле льна. Вот, очень куча, опять-таки, у них своих фирм разных. И плюс, в последнее время еще используют так называемая акриловая, алкидная смола. Она ведет себя, как масляная краска, но на другой основе, несколько быстрее сохнет. И запах не очень специфический, называемые грифоны. Главное, что нужно запомнить, что четыре основных типа краски, которые используются, они делятся по растворителям. Типам, то есть, грубо говоря, нитрорастворитель художественные. Составляющие они на основе нефти, бензина и всех составляющих. То есть, это пенен, вайт, спирит и так далее. Это масло и эмали. Акрилы спиртовые и акрилы водные. Это основные краски. Есть другие типы, но их мало и встречаются редко. Также стоит помнить о трех составляющих практически любой краски. Это пигмент, байндер и растворитель или разбавитель. Его можно назвать и так, и так. Чтобы понять еще состав краски, одну из особенностей. Есть еще главное... Так, сейчас немножко запутался, сформулирую. Свойство, одно из главных свойств краски, высохшей, это то, как себя краска ведет после высыхания. Есть понятие полимеризующаяся краска и не полимеризующаяся. Что это такое? Вот представьте, у вас есть какая-то поверхность, вы покрасили краской, потом берете родной для нее растворитель и эту краску пытаетесь смыть. Возможно, два варианта. Краска либо смоется совершенно спокойно, такие краски называются не полимеризующиеся, и либо краска не смоется никогда под воздействием своего родного растворителя, это называется полимеризующаяся. То есть, что происходит? Краска не полимеризующая, вы ее напылили, она осталась на поверхности, высохла, но потом смывается. А полимеризующаяся нет. Она напылилась, растворитель улетучился из нее, и она превратилась в ровный-ровный-ровный слой полимера. Продемонстрировать это можно совершенно простым, логичным способом. Берем, например, пигмент. Как вы помните, в пигменте байндера никакого нет. Это просто цветной порошок с растворителем. В данном случае есть пигмент, есть растворитель вода. мы его взяли, нанесли, вот он сейчас высох, высохнет через какое-то время. Значит, первый слой у нас это исключительно пигмент. А теперь мы добавим в пигмент какой-нибудь байндер, например, простейший лак. Что мы делаем? Мы берем пигмент, капаем немножко лака. И замешиваем уже с лака. Сейчас мы дадим это немножко высохнуть. Собственно говоря, байндер, он определяет то, как краска себя будет вести впоследствии в использовании. Это и есть основной компонент. Пигменты могут намешиваться туда какие угодно. В общем, так как фактически это просто очень-очень-очень мелкий порошок определенного цвета. Так что мы не можем различить, собственно говоря, его глаза, крупинки. И пока он сохнет, я тогда немножко перескочу. Например, то же самое используется эффект в масляных красках. Масляные краски, если вы знаете, они достаточно долго сохнут. Если кто-то ими работал, знаешь, что иногда масло может сохнуть неделями при определенных условиях. Все заключается в том, что в большинстве масляных красок не присутствует тот состав байндера, чтобы они высыхали. Поэтому художники, когда работают своими масляными красками, они замешивают состав с помощью лака и растворителя. То есть у них есть так называемые двойники и тройники, растворители. Они добавляют туда краску и уже пишут вместе с ней. И тогда этот состав высыхает быстрее. Вот он начинает подсыхать. Например, отдельно стоят так называемые краски металлики. У них вот этот вот пигмент, то самое мелкое зерно, которое плавает в составе краски, является не цветным порошком, а металлическими чешуйками. То есть если присмотреться вот к этой краске, очень хорошо заметно плавают чешуйки. Чем вот эти чешуйки хороши или плохи? Вообще, чем краска металлик сложнее? Тем, что вот эти вот чешуйки, плавающие в краске, когда вы их, например, надуваете аэрографом, они располагаются в хаотическом порядке. То есть они могут встать так, высохнуть, так, высохнуть, так, высохнуть. Получается такой немножко заборчик. Из-за этого краска получается немножко шероховатой и не выглядящей, как металлик. Это если плохая краска. Если хорошая краска, они об этом подумали и как-то пытаются это дело менять. Так, ну что, подсохло уже. Я немножко отвлекусь от металлика, вернусь, собственно говоря, к байндеру к данному вопросу. Полимер, не полимер краска. Вот у меня вот этот кусочек, который, собственно говоря, первый мы наносили, это исключительно пигмент плюс вода. Если мы берем кисточку с водой и начинаем ее опять смывать, прекрасно видно, что краска не держится. Высохшую краску я совершенно спокойно удираю. Это не хорошо, не плохо. Это просто некий факт, который можно использовать. Например, вы что-то покрасили такой краской, не понравилось, взяли, чуть-чуть растушевали, убрали, подправили. В любой момент можно исправить практически все, в ноль. Практически не осталось следов, чуть-чуть. Налет мелкий. Вот такая краска называется неполимеризующейся. То есть родным растворителем ее можно смыть. Если же краска вот здесь с байдером, с лаком, видно, что она уже не сдвигается. Лак высох, пигмент себя впитал и водой уже этот слой не смыть. Вот такая краска называется полимеризующейся. Большинство водных акрилов, не все, не все 100%, но большинство водных акрилов являются полимеризуемые. То есть, будь то Валеха, будь то Ака, будь то Хатака, как только она высохла, она превратилась в полимер и осталась на месте. То есть она не смывается. Спиртовые акрилы и эмали, они являются неполимеризующимися красками. Поэтому, когда ими приходится работать, нужно помнить о том, что теоретически, если вы камкинете на них растворитель родной, она, краска, оставит за собой следы. Поэтому нужно быть аккуратным. Но это в то же время является неким плюсом, потому что, например, очень удобно смешивать краски. Ну, например, вот на китайцах покажу. Это не полимеризующийся водный акрил. Как я говорил, не все являются полимерами. берем просто два цвета. Не знаю, там, рисуете вы какую-то фигурку, расписываете. Нужно сделать какой-то плавный переход или растяжку, как еще называют. Вот мы смешиваем. Получается такой промежуточный зелено-оранжевый. Больше оранжевого. И просто вот мы растушевали, как-то там сделали. Получилась какая-то конструкция. Не знаю, пусть это будет у нас пятно камуфляжа, например. На фигурке расписали. Через некоторое время, когда она, ну, здесь уже край начал подсыхать, не понравилось, берем и тихонечко высохшую краску убираем. Соответственно, когда у вас краска полимеризовалась, если вы работаете другим акрилом, это сделать невозможно. То есть, тут уже нужно поверху как-то зарисовывать, закрашивать слоями или снимать физическим способом, то есть, там просто ногтем убирать. Вот. Зачастую, зачастую художники, фигуристы применяют либо ту, либо ту краску, просто, как я, например, делаю, я иногда работаю не полимеризующимися красками, то есть, что-то сделал, понравилось, сверху дунул аэрографом, закрыл слоем лака, все, краска уже держится. Здесь, соответственно, в полимере краска держится всегда. Так, ну, наверное, с этим пока можно заканчивать. Давайте вопросы какие-то, чтобы потом дальше уже пойти немножко в сторону. Влияет ли качество поверхности, на которое будет доноситься не полимеризующаяся краска, что потом ее можно было удалить? Например, если, грубо говоря, положили на глянцевый лак, то, скорее всего, она спокойно смотрится растворителем. краска не держится. Не совсем. Если краска полимер, если краска полимер, то она не смоется. Не полимер, не полимер. Да, но это не настолько сильно. Если поверхность у тебя будет матовая, то какая-то часть краски останется просто из-за того, что ты не сможешь ее смыть. И будет такой легкий-легкий оттенок. В этом, например, очень часто на этом эффекте строятся фильтры. Те же самые Мигель, Акай и так далее. и так далее. Почему говорят, что под фильтры поверхность должна быть полуглянцевая в лучшем случае. Никогда глянцевая. Потому что, если краска будет глянцевая, то все смоется полностью под ноль. Нужна либо матовая, либо полуматовая поверхность. Тогда останется легкий оттенок, как бы напыление сверху этого фильтра, и тогда его будет заметно. Да, действительно, это имеет смысл, но как бы в таком виде. Собственно говоря, как раз вот та самая смывка, которую мы наносим, все очень часто любим. Смывка это не что иное, как не полимеризующаяся эмаль, не знаю, там, масляная краска, разведенная определенным составом до такого состояния, чтобы она высыхала быстро и быстро стерялась. все. То есть, это как раз тот самый эффект в моделизме, который основан на неполимеризации краски. Смывки и фильтр. Да, но на матовую поверхность наносить краску еще нельзя тогда получить. Можно, если у тебя есть цель смыть ее, то есть, как бы наматывая, ты наносишь в том случае, если тебе важно, чтобы остались следы на поверхности, не в углублении, а на поверхности. Поэтому смывку рекомендуют наносить на глянцевую, чтобы, собственно говоря, она оставалась только в углублениях, а фильтры рекомендую наносить на матовую, чтобы следы оставались и на поверхности тоже. Все? Вопросов нет? Идем дальше. Валер, что ты паришь? Пусочки. Привет. Хорошо. Вот. Так вот, я начал говорить про металлики. С металликами картина немножко другая. Вместо пигмента, как я говорил, тут уже есть металлические чешуйки, которые отражают цвет по-разному. Поэтому, например, тут важна не только еще покраска, на какую гладкую, хорошую, выведенную поверхность легла краска, но еще как именно она легла. при борьбе вот с этим эффектом, как я говорил, когда чешуйки смотрят в разные стороны, есть два способа. Два разных типа еще металликов, которые используются. Но это именно свойства самих металликов. Первый это полируемый или неполируемый. Что такое неполируемый металлик? Это понятно, что вот вы его взяли из аэрографа надули, все получилось более-менее относительно металлическая поверхность. У полируемых нужно совершить еще одно действие, а именно полировку. Я вот тут не стал заморачиваться с аэрографом совсем, я просто сделал ряд выкрасок, на самом деле я их делал задолго до мастер-класса, просто как бы так тема получилась. Я просто проводил небольшое исследование, взял несколько широковстречающихся типов металликов и сделал такие тестовые полоски выкраски. Сейчас я их пущу, посмотрите. Как я говорил, водные или спиртовые металлики дали не очень хорошие результаты, зерно у них достаточно сильно заметное, из тех металликов, которые широко доступны, внезапно очень неплохим оказалась тамия, вот это вот, тамия хром сильвер, при распылении дает очень хороший эффект, я даже, честно говоря, не ожидал. Вот, также хорошие варианты еще из металликов, это гонза, вот это вот, и самый лучший из того, что я использовал, это так называемые супер металлики, сейчас покажу, вот они, к сожалению, минус у них это цена, достаточно дорогая краска по сравнению с остальными, но они, в принципе, того стоят, то есть, здесь я как раз принес модели, чтобы посмотреть, как они выглядят в окрашенном виде, из дешевых аналогов очень можно посмотреть автомобильную краску хром, но там нужно тестировать, мне нравится, в принципе, обро, дешевый такой аналог, доступный, надувается неплохо. Из полируемых металликов я могу вспомнить два производителя, которые есть, это, опять-таки, у Гонзы есть линейка отдельных полируемых металликов, вот такая вот называется Metal Color, вот здесь как раз большая выкраска, на котором я тестировал, здесь нанесена краска просто из аэрографа, и здесь вот она уже полирована, она приобретает гораздо больший вид похожести на металл, вот, смотрите, тут у меня как бы пометочки, если что-то потом расшифрую, собственно говоря, по металликам это вот основная вещь, которая нужно запомнить, что есть еще тип краски полируемой, у металликов есть еще еще одна беда, связанная с нанесением лака, к сожалению, из-за того, что вот эти проклятые чешуйки очень сильно нам портят жизнь, помимо того, что нужно смотреть на их размер, на их расположение, подгонять, нужно помнить о том, что вы еще поверх металлика наносите лаки и следующие краски, и зачастую эти дополнительные слои могут вам повредить, то есть в ситуации, когда вы, например, нанесли металлик, все хорошо, сверху задуваете лаком, и что-то смотрите как-то уже не похоже на металл, к сожалению. Такое бывает достаточно часто, и моя рекомендация на самом деле достаточно странная, не использовать агрессивные лаки поверх металлика. Из того, то, что я тестировал, проверял, больше всего мне понравилось, его здесь кстати нету, это гонзовый акриловый лак из спиртовой их линейки, вот здесь просто можно посмотреть, вот эта модель покрыта как раз таким и суперметалликом, эти модели окрашены, это полируемый металлик, а это окан наш, у них некоторые линейки, очень хорошие были металлики, сейчас нужно смотреть, они бывают разные в серии, вот можно просто посмотреть, сравнить, как собственно говоря, в одном аэрографе при одинаковых более-менее условиях выйдет разные эффекты металлика на моделях. Водные металлики, к сожалению, я могу рекомендовать только одной компании, это Цитадель, собственно говоря, известный всем Games Workshop, вот, в принципе водные они действительно лучшие, очень просто используются под кисть, некоторые люди дуют под аэрограф, но все равно в целом это, конечно, больше фигурные краски, нежели чем для техники. Ну, вот эти вот мне не нравятся, не очень, если честно, это еще, кстати, неплохие вот Game Color, они вообще ужасные, где-то, не брал я. вот, собственно говоря, мы остановились на металлик. Вопросы. Сейчас как раз самое время задать вопрос, если я что-то забыл, что-то непонятно, что-то запутался. Вот вопрос. Да. А вообще, на этих всех красках, на них там все написано, что вы говорите там? Нет. То есть, это надо запоминать еще? Да, к сожалению, это приходится помнить. Какие там металлики? Да, в лучшем случае, в лучшем случае, они пишут тип краски в своей внутренней линейке и говорят, вот для этой краски мы рекомендуем использовать такой-такой-такой растворитель. То есть, это, как правило, на сайте у производителя. Зачастую люди, которые работают в модельных магазинах или в художественных магазинах, вам это сказать не могут. Иногда продавцы дают такие советы, что их хочется просто прибить. Поэтому, пожалуйста, это нужно помнить и понимать, что если вы красите, например, ну, то есть, сейчас попробую сформулировать так. Если вы привыкли к какому-то типу краски и не хотите неожиданностей, то лучше использовать его. Если же вы четко решили экспериментировать, то да, это прекрасно, это как бы все супер здорово, но иногда эксперименты вредят. Бывают случаи, когда модель нужно сделать быстро, за деньги, кому-то в подарок или еще что-то, и путаница с красками способна подложить большую-большую-большую свинью. Завтра сдавать модель, ты что-то делаешь и понимаешь, все, блин, приехали, модель испорчена, фигурку перекрашивать или еще что-то. Вот таких случаев экспериментировать нельзя. Лучше взять то, что известно, проверено лично вами, вы знаете, что эта краска ведет себя вот именно вот так вот. Да, пожалуйста. Я, например, честно скажу, я вот делаю то, что многие люди не любят делать. Я беру тамевский акрил, характерный в баночках, я добавляю туда тамевский же лак, развожу там 650-м растворителем нитро и дую. Совершенно замечательная смесь, не рекомендованная производителем, потому что это спиртовой акрил. Так вообще не надо делать, вроде как, он должен спиртом разводиться. Но эта краска, это позволяет, она очень дуракоустойчивая, она позволяет это делать. Или то же самое, например, гонзовые краски, где они там, вот эти вот, мистер метал колор, точно так же. Их можно растворять рзацами, типа там 650-го тяжелого растворителя, но при определенных условиях это может дать белесый нити. То есть, нужно понимать, что ты если делаешь, как бы, недокументированную возможность, результат может быть неприятным. Поэтому вот, где-то можно экспериментировать, где-то нельзя. Вот, что еще? То же самое, например, с водными акрилами, вот с валехами, у меня, например, была история, у них же есть свои родные растворители, которые там адаптированы, я ими, честно говоря, очень долго не пользовался, например. То есть, я считал, что, ну, зачем это же водный акрил, давайте я буду разводить его водой, дуть, и все хорошо. Все, нет, все нормально, можно было использовать. А потом, как там мне достался родной растворитель, я начал его применять и понял, что, в общем-то, да, можно работать и водой, но родной растворитель позволяет краской просто лучше управлять. То есть, она в аэрографии ведет себя предсказуемо. То есть, не так, как там забивает, забивает сопла, тоньше. Я понимаю, что если мне нужно что-то покрасить грубо и быстро, то да, я возьму там воды из-под крана, там, из-под чайника хотя бы, чтобы там более-менее прокопченая, профильтрованная была. Но если я там нужно что-то там такое тоненькое сделать, то да, я уже беру родной растворитель, который, да, он дорогой, но он лучше просто. И с ним уже получается результат предсказуемый. Вот. Еще вопросы. Про уклад, почему не расскажите? Что? Про уклад. Уклад, если честно, мне не понравилось. Вот, может быть, я не умею его готовить, но, как по мне, краска оказалась очень капризная, не дает вот того супер-мегаэффекта, который вот с наскока поиспользовал, честно говоря, супер-металлики лучше, на мой взгляд. Ну, просто еще объясню, у меня так получилось, потому что у меня жена, кроме того, что она химик, она еще и японский переводчик, то есть он технический переводчик. Поэтому я очень, ну, не могу сказать, что я это читал, ну, как бы с ее помощью, я переводил много японских мастер-классов, смотрел, как работают азиаты, и мне в целом химия получилась немножко ближе. Ну, то есть я как-то больше на японской химии использую, в целом. Ну, и, собственно говоря, из-за моих фигур. Поэтому, как бы, да, супер-металлики меня устраивают полностью, особенно вот с акриловым лаком, как бы, результат из того, что я делал, он лучше, как бы. Но алклад же такая же основа, как у супер-металликов? Похоже, но нет, я не сказал бы, что она одинаковая. То есть, да, там тоже какое-то нитросоединение, оно, в отличие от супер-металликов, алклад более жидкий в банке. Он совсем жиденький, его не надо не разбавлять ничего, и просто его наливаешь и дуешь. Супер-металлик все-таки он погуще. Еще есть у Ганзы, кстати, серия двух компонентов металликов, но там какая-то совсем лютая ядреная химия, там две бутылочки, то есть, их нужно смешивать, и тогда она полимеризуется, превращается там в какой-то супер-мега-металлик. Ну, этот я не пробовал. Есть еще, на самом деле, вот, кстати, забыл, есть забавный порошок, опять-таки, у японцев, но там просто металлический пигмент в отдельной баночке. То есть, берется мягкая тряпочка, как бы подготавливается под грунт, там черный, их специальный какой-то глянцевый грунт деталь, потом человек берет мягкую тряпочку, просто вот пигмент металлический, палец опунает, детальку так натирает металликом, полирует заодно, и получается очень такое хорошее, красивое хромовое покрытие. Не вспомню, как называется сейчас производитель краски пигмента, но есть, да, такие штуки. Вот, еще, кстати, очень сейчас, ну, как раз, Саша, ты хвалил вот эту краску, тамешку, я ее еще не попробовал. раз на раз не приходится. Разный металлик совершенно по-разному. Это вся эта серия, у меня с матовым лаком. Один из них, он более-менее нормальный, а вот ганметового я пробовал, там такая чешуя здоровая, что там вообще. Ну, попробую, может быть, он полируется. иногда это вот у меня... А, кстати, забыл сказать, второй производитель полируемого металлика, помимо Гонзы, это еще тестерс Model Master. Их очень хвалили. Вот, там тоже полируемые, они называются Buffet. Но их найти уже. Сейчас уже, да, их тяжело найти. Они, я так помню, они, по-моему, вообще чуть ли не свернули производство красок, только очень старые запасы. Из линейки Model Master мне очень жалел, остался запас, у них очень хороший лак, который дулкот, который глухой матовый, он дает вот такую вот совсем вот как, я не знаю, идеально матовую поверхность. И даже многие нитролаки, они не настолько хороши, вот пока я не нашел, мне очень понравился вот этот вот хатаковский польский нитролак матовый, он тоже дает очень хорошую матовую поверхность. Это вот эти два лака, которые мне больше всего нравятся. При этом, как бы, тестерс, это на основе эмалий, пененов и всего остального, то это именно такой на ядреном растворителе, на нитролак. Вот, что еще? Ну, спрашивайте, ребят, потому что, как бы, так вот, в теорию там можно рассказывать долго. А для фигурок ты вообще все используешь? В принципе, для фигурок я использую действительно все, зависит от того, какая фигурка. Если это, там, 35-й масштаб или сопоставимый военщина, я очень много использую темперу ПВА хорошая краска. Если это анимешка какая-то такая яркая, кислотная, то я в основном использую гонзу, ну, либо тамю на подхвате. А под 72-й там темперу, мне кажется, не очень. Под 70-й, как раз об этом говорил, что под мелкие это в основном в олехе идут. Прочие водные акрилы. Просто еще у темперы фишка заключается в том, что еще Володя как раз говорил, что у нее очень тяжело, из-за того, что у нее цвета не яркие, у нее получаются очень такие немножко землистые оттенки. И фигурка получается очень, как сказать, у нее контрастность небольшая. То есть, ты меняешь цвет, но она получается не очень контрастная. То есть, у нее такие темноватые краски. А для мелких фигурок там очень важно именно все вот эти высветления, рельеф, там строятся на контрасте. И водным акрилом получаются гораздо более резкие границы. Это четче выделяется и эффект вот этого объема набирать проще, чем темперой. Ну и пигмент, конечно, меньше. Ну да, кстати, вот пигмент. Собственно говоря, чем крупнее пигмент, тем у вас получается рельефная поверхность. еще что? Гая, кстати, уже говорил, что это аналог гонзы мистер колора, просто с меньшим пигментом и с более такими ярко-кислотными цветами. Плюс у них есть очень интересная линейка цветных сюрфейсеров. Собственно говоря, эту идею скопировала как раз гонза у них. То есть, у них была линейка, ну все знают, надеюсь, сюрфейсер это такой грунт затягивающийся. Так вот, у Гая был телесный сюрфейсер, был серебряный сюрфейсер, был черный и белый. Прям в баночках. То есть, там такие большие банки, где-то раза в 3-4 больше, чем вот такая. Очень хороший сюрфейсер. То есть, брал модель, задувал, не знаю, в белый сюрфейсер сразу сходу, у тебя получался белый грунт, по нему можно красить. Сейчас эту идею позаимствовала гонза, выпустив очень хорошую линейку черных сюрфейсеров, но он у нее немножко матовый и он предназначен в большей степени как краска и грунт под фигурки. А вот эти сюрфейсеры Ева, Гая, они такие классно глянцевые. То есть, как раз для моделей. Собак очень тихо. А тоже для внутреннего рынка. Да, это чисто Япония, Китай. Ну, Япония, Китай, у них свои нюансы с моделизмом, поэтому, да, внутренний рынок у них совсем другой, чем у нас. роботы и они мои девочки.